Создание миров Мы в нашей профессии иногда, когда получается, тоже создаем миры. И это первый вопрос, который я всегда себе задаю, в какое пространство, в какое ощущение гости, зрители попадут. История сложилась у меня сразу. Я нашел картинку, которая меня вдохновила и вдохновляла в течение всего проекта. И эта картинка стала, собственно говоря, и для меня, и для декораторов, и для художников, которые рисовали графику, определенным ключом, определенным зерном. Вот отсюда, собственно, из этой картинки, из этого референса выросло все мероприятие. КОНЕЦ В данном конкретном случае мы, конечно, были вдохновлены архитектурным стилем Захи Хадид. Это нечто, конечно, особенное в архитектуре. Это нечто совершенно потрясающее и отдельное, ни на что не похожее. Это определенная арифметика формы. Это всегда узнаваемый стиль. Мы, вдохновившись архитектурой Захи Хадид, предложили эти решения для организации сегодняшней современной свадьбы. Основой декора, основой оформления стали светодиодные светящиеся конструкции, которые, конечно, смотрятся совершенно нетипично для свадьбы. В фойе не было использовано ни одного цветка. Нужно было сначала убрать все лишнее, собственно говоря, и создать, как в театре, черный кабинет. Для этого мы применили технологию Blackout. И в этом чистом, черном, минималистичном пространстве подали два вау-эффекта. Это тоннель из светящихся арок, потому что нужен был некий определенный входной аттракцион. Очень важен был как то самое зерно, через которое наши гости попадают в этот мир. Дальше мы их развили в основном зале. Эти арки стали масштабными, большими. В основном зале люди попадали в некий достаточно масштабный эффектный лофт. И вот за окнами этого лофта они видели некую Москву будущего. Это все было не буквально, не такое будет будущее. Но, наверное, это заставляло подумать, а какое будет будущее? Вторым важным моментом был вот этот вот самый алтарь будущего архитектурный. Это была самая непростая задача. В архитектуре очень важные моменты играют пропорции. Естественно, Захар Хадид в этой картинке дала нам эти пропорции. Но наши пропорции Барвихи были совершенно другие. И когда мы стали эту картинку всовывать в наши пропорции, все начало рушиться. Может быть, было 25 различных эскизов, и они постоянно нам не нравились. И в последнюю ночь, а вот уже, не знаю, до мероприятия оставалось, может быть, дней 10, и это должно было запускаться в производство. Ну вот уже немедленно утром мы получили последний вариант этого цветка. Это был третий человек, кто над ним работал. И это было так важно. Но я скажу, что он получился, конечно. Тут, конечно, производство компании «Фабрики Арт» абсолютно вскрылось, потому что придумывать, как сделать, в принципе, очень сложный технологичный объект. Вообще любой объект в такие сроки очень сложно. А тут, который состоит из такого количества элементов, с экранами, с лайтбоксами, со стреливающимися какими-то элементами, они, я считаю, вообще совершили просто настоящий подвиг. Пять дней, по-моему, у них было на то, чтобы все это собрать и привезти уже на площадку и начать собирать там. И они это сделали. Когда мы увидели вот эти первые элементы, собирающиеся цветка на площадке, это было, конечно, мэджик. Нужен был некий символ, нужен был некий базовый, крутой, главный вау-эффект, который бы попал на все картинки. Этот цветок у нас получился. Естественно, что мы вшили туда очень сложные технологии. Часть перепоночек мы сделали проекционными. Все прожилки мы сделали светящимся, мы сделали тоннель. Когда проходила регистрация, молодые, отстреливался занавес, оказывались в этом некоем туннеле, некоем туннеле будущего, связывающий их сегодняшнее и некое будущее, их будущую жизнь. Обычно стандартный формат свадьбы – это много флористики, много цветов, много красивых элементов, которые создавали ароматическую атмосферу. Тут в целом стояла задача уйти, наоборот, от романтики и сделать все это очень минималистично, стильно и чтобы это было похоже немножко на вечеринку. Каждая ваза была определенной формой, то есть она не была одинаковой. Если заметить, то где-то ваза была длиннее. Они все подставились под форму стола, потому что столы были все нестандартные, они не были одинаковыми. Исходя из композиции на столах, когда мы придумали саму форму, и мы предлагали три варианта форм, и одну из них, я считаю, что она самая была гениальная и самая простая, мы подбирали посуду. Так как, опять же, форма ваз была очень такая лаконичная, мы искали фарфор определенного оттенка, чтобы он был теплый, стекло было тоже определенной формы, чтобы оно повторяло, опять же, эти вазы. То есть у нас была подборка, помимо декора, мы еще подбирали и посуду, суверовку, какая будет подача еды. И тут стояла задача, чтобы декор сочетался с едой. То есть мы не хотели переборщить, не было задачи украсить столы едой. Мы делали несколько репетиций с кеттерингом, мы понимали, что декор спорит, еда спорит с декором. То есть целая концепция тут должна была ниточка на ниточке. Артист на сцене, еда, декор, люди, стилистика. А тут больше брать про стиль, про стиль жизни, про его выдержанность, про его лаконичность, не про какие-то яркие вещи. Сегодняшняя свадьба суперсовременная. Это все-таки некая пати, некая вечеринка, крутая вечеринка по случаю свадьбы. Меня обычно привлекают на какие-то нестандартные вещи. То есть тут не было задачи, чтобы вышел Падро, объявил там, готов ли ты, готова ли ты. Ну все, теперь вы вместе. Тут была задача, чтобы сделать какое-то интересное мини-шоу с церемония, интересное шоу из первого танца. То, что мы делали, мне было близко, потому что это был современный арт, это была архитектура, с которой мне нравится работать с формой, подачей, с яркой. Куча деталей, из которых собирается этот гигантский проект, они все требуют достаточно серьезной проработки. Это просто зависит весь этот волшебный мир, который либо сработает, либо нет. В принципе, основная задача всей нашей большой команды в этом и заключалась. Удивить людей, сделать это вне шаблонов, всех этих свадебных. У нас в этот раз было просто тонну контента, тонну. Любая корректировка, например, света, цветка, переписать 15 секунд. Это 2,5 часа. Тут все человеческий фактор. Экран открыть, бэклайн поменять, экран закрыть. Куча деталей, которые влияют на результат. Может быть, даже гости этого не замечают, но они это заметят, когда у них настроение упадет. Когда люди вышли в место, где проходила церемония, которая была трансформирована, и этот цветок зажил абсолютно другой жизнью, это пространство превратилось в ночной клуб с совершенно безумными лазерными приборами. Я думаю, что они запомнят это надолго. Организовывая то или иное событие, в том числе и современную свадьбу, в первую очередь, конечно, нужно думать о смыслах. Вот о чем это? Для чего это? Потому что если есть форма, а нет содержания, то и нет мероприятия. Этот проект сильно расширил наши горизонты, как ивентеров. Это, конечно, удивительно, что мы собрали такой проект меньше, чем за 4 недели. И я, правда, горжусь этой рабочей группой, этой командой, которая смогла собрать в такой срок такой невероятно сложный и креативный проект, который еще и стал каким-то новым словом в нашем бизнесе. Есть такие проекты, которые остаются с тобой. Вот это как раз такой проект. Еще очень долгое время после проекта я ощущал вот это послевкусие. В отличие от театра, это событие приходит только один раз. Нельзя вернуться в это ощущение, нельзя вернуться в это пространство. Но и нам остается только впечатление. А впечатление – это и есть главный итог нашей работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok